Вот так бездействию коммунальщиков радуются юные красноярцы. Аттракцион экстремального катания и спуска на самом деле должен быть обычной ровной пешеходной дорожкой. Возле дома 21 по улице Мужество. Вот только по словам местных жителей про провалы в асфальте все забыли. Вопросы к дороге возникают только у тех, кому по тротуару приходится ходить ежедневно. Дорога проваливается. Вот посмотрите, пожалуйста, посмотрите. Ну что это такое? Что за безобразие? Видно сразу, трубы тянули, но не сделали. Почему не сделали? Вопрос. Конечно, возмущает. Новый микроэйон уже все обвалилось. Еще один адрес Батурина, 30. Новые дома и совсем недавно заселившиеся сюда жильцы, которые несколько дней назад прислали нам фото с провалом в пешеходной дорожке. Вот сейчас этот провал засыпали, правда как-то странно. И огородили его тоже весьма странным образом и непонятным. Но вот судя по состоянию пешеходной дорожки, например, в некоторых местах брусчатка тоже начала проседать. Можно сделать вывод, что в ближайшее время сюда придется подвозить еще больше песка для того, чтобы засыпать новые ямы. А вот новых дыр не боитесь в асфальте? Только вот одну засыпали как-то странно. Почему боимся? Потому что они везде, повсюду. Я понимаю, когда старый асфальт еще. Но когда новый район устроится и асфальт, естественно, рассыпается через уже год, конечно, я считаю, что администрация должна вообще это взять на заметку. А вот в районной администрации закономерностей в провалах асфальта у совсем новых домов не увидели. Плава советского района Владислав Логинов поясняет. Перед сдачей новых домов предмолвая территория тщательно проверяется. И проблемы в этом он не видит. Однако такие случайности порой приводят к серьезным ЧП. Так, например, в 2015 году на улице Алексеева под такую же брусчатку ушла пенсионерка с младенцем. А в провале оказался кипяток. Тогда прежний глава администрации советского района Юрий Егоров предложил журналистам нырнуть в яму и проверить, колячая ли там вода. А после этого власти еще долго выясняли, кому именно принадлежит эта дорога и сети, из-за которых пострадала Красноярка. Глядя на то, как дороги разрушаются в новых жилых микрорайонах и на то, как к эту проблему реагируют ответственные лица, история может повториться. Алена Крашенинникова, Сергей Малафеев, Новости Трока.